Всем привет, с вами снова Ванок, и сегодня я бы хотел вам показать достаточно неформатную для летсплеев игру, но тем не менее давайте все-таки попробуем немножко ее разобрать, немножко поиграть. Это Close Combat Panthers in the Fog, это часть достаточно старой серии, впервые первые части видели еще несколько лет назад, еще в конце 90-х, серия развивается до сих пор, хотя она повидала много, сейчас фактически другая компания занимается выпуском, можно сказать так, ремейков, и в общем-то сейчас мы видим практически то же самое, только в улучшенной графике, с новыми некоторыми измененными игровыми моментами, интерфейсом и так далее. И эта часть повествует нам о одной из операций на Западном фронте, в рамках данной операции соответственно столкнутся силы союзников и немцев. Скажу сразу, играю я за немецкую армию, мне кажется она банально интереснее, само собой, что Есап это был, например, Восточный фронт, а он кстати тоже присутствует, но к сожалению там более старая игра, и она, например, уже даже не поддерживает конности и вообще достаточно плохо ведет себя с записью, но Есап все-таки можно было бы ее позаписать, было бы, думаю, что интересно поиграть как раз за советские войска, само собой, что я не энцефил, у меня такой предрасположенности нету, но раз уж есть такой выбор, то будем играть за сторону обороняющейся. Мне вообще в этой игре нравится обороняться, хотя, конечно, многие говорят, что да, откровенно, слабо здесь АИ, вообще во всей серии Коскомбута интереснее играть, само собой, больше именно с живыми игроками, но живой игрок это все-таки несколько иной уровень, Поэтому давайте лучше в первую очередь попробуем все-таки посмотреть, что у нас тут получится, а уже в будущем, если вас заинтересуют такие мои хитрые ролики, мы будем разбираться и более детально с другими частями серии. Итак, у нас тут глобальная карта, сейчас я играю в компанию, это полуисторическая компания, то есть она основана на определенных событиях исторических, но с некоторыми оговорками. Я сейчас здесь прошел этап, связанный с выдачей приказов в своем арене, как видите, у меня здесь так интересная достаточно ситуация, у меня здесь есть несколько зон, которые я уже отвоевал у противника, Они высаживаются здесь в данный момент сверху, в прошлом ходе, на прошлом ходе вот эти две провинции были мной отвоеваны назад, противник отступил, соответственно сейчас развиваются основные действия вот за вот эти четыре провинции, две из них высадились противники, даже по-моему в три, одну здесь он занял случайно, в связи с моей ошибкой, но в принципе это не критично, я уже отсюда его активно выгоняю. Сейчас главный момент, это, как видите, у меня многие войска тут потрепаны уже основательно, по сравнению с противником, который обладает более свежими войсками, они постоянно пребывают в большем количестве у меня, и поэтому мне сложнее играть, приходится ротацию обеспечивать и так далее. Сейчас главный вопрос, я могу отвести вот эту армию, уже достаточно потрепанную, и заменить ее вот на эту, она будет посвежее, но при этом, если я сейчас отвожу вот эту, то следующий бой будет уже не оборона чистая, а встречный бой, ну как встречный бой, в общем будет у каждого стартовая позиция, все ограничены сильно, практически все флаги будут нейтральными, их придется захватывать. В отличие от обороны, когда у меня практически вся карта под рукой, я могу удачно делать засады, в общем это на самом деле несколько проще, поэтому давайте я попробую сыграть бой, вот я даже поддержку небольшую сделаю, и сыграть бой тем, что есть силами. Итак, тут прошла сейчас воздушная подготовка какая-то там, это насколько я понимаю, были бомбардировщики, суть по всему, или какие-то разведчики, пока что честно говоря сам не разобрался окончательно, но чем-то они нам помогли. И давайте перейдем к собственному бою, как видите у меня тут сильно потрепанные войска, есть например у меня тут в запасе не так уж и много их, это основная группа, которая набирается по максимуму, можно набрать из резервистов, можно попробовать сформировать еще из не по, так сказать, в общем они более-менее свежих основных отрядов, и перейти к подбору еще и дополнительной группы, и плюс поддержка, поддержка это самое главное, здесь у войск США очень сильно, очень большие объемы поступаемые у них техники, хоть танки у соединников и послабее будут, чем у немцев, тем не менее их много, и соответственно приходится здесь очень активно думать над тем, как расставлять, извиняюсь, как правильно подгадывать обстановку, чтобы вас просто не смели. Попробую я взять еще противотанковую пехоту с ракетным гранатометом, может быть он поможет, хотя он тут не сильно полезен на дальних дистанциях, он больше полезен вблизи, а карта здесь не очень, насколько я помню, располагает, хотя в принципе можно и так попробовать. Итак, как видите, у нас тут практически вся карта в нашем распоряжении, главное сейчас это правильно расставить наши войска, потому что если мы ошибемся, нас очень быстро просто вынесут, просто не дадут возможности, допустим, штука, он достаточно неплохая вообще вещица, он неплохо справляется с всякими шерманами и прочими танками, но если его обнаруживают, то можно сказать, что на этом кончается его бравое похождение, потому что он расстреливается вполне элементарно врагами, поэтому надо следить. Тут еще один момент, нужно смотреть всегда, чтобы ваш танк мог простреливать, как видите, вот например, тут у него достаточно ограниченный сектор обстрела, сейчас что-то загораживается, что-то еще, улетаете, у нас получается, что в принципе мост, он практически из данной позиции не простреливает, он, как я сказал, действует ограниченно, возможно, нужно, но мне кажется, его переставить, с другой стороны, на дорогу просто его ставить нельзя, его, как я сказал, быстро засекут, и соответственно, тогда мы просто его потеряем, мне кажется, все-таки нужно попробовать как-нибудь его вот сюда выставить, и возможно, он сможет простреливать мост, плюс он может, наверное, при необходимости быстро отсюда выехать, постреливать вот эту часть, как бы, вообще, на самом деле, многих игроков в этой серии именно вот такие моменты привлекают, то есть даже не сам бой, а долгие раздумья, планирование операций, то есть, что подготовка полномасштабная, чтобы всегда, чтобы все по возможности спланировать, ну, естественно, не совсем все, все невозможно, но, по крайней мере, большую часть деталей заранее продумать, чтобы потом все шло как по маслу, само собой это касается больше обороны, то, что в нападении так или иначе, с АСК придется еще передвигать постоянно, но, в принципе, даже при атаке правильная изначальная расстановка тоже может сильно помочь, видите, сейчас я здесь сильно мучаюсь, думаю, как бы поставить пушечку, видите, она еще не везде ставится, в принципе, возможно, все-таки стоит штук поставить вот сюда, пусть он хоть что-то простреливает АСК, а пушка будет у нас стрелять вот из этих кустов, еще есть учет всяких таких интересных моментов, связанных с высотой, наши техники и прочее, то есть, на самом деле, это хоть, я бы не сказал, что это полноценная варгия, это скорее все-таки реал-тайм-тактик, то есть, тактика в реальном времени, но здесь очень много моментов, связанных с реалистичностью, то есть, здесь важные параметры бронепробития, здесь важные параметры вообще экипировки солдат, то есть, фактически, можно даже рассматривать каждого солдата в отдельности, смотреть, какое у него оружие есть, какой у него сейчас в данный момент боекомплект остался, и так далее, это, на самом деле, интересный момент, именно он лично меня привлекает, потому что, несмотря на то, что, в принципе, я люблю стратегии про Вторую мировую, про Великую Отечественную, в принципе, тем не менее, они многие отличаются сильно, и совсем простенькие, особенно они раньше очень выходили на волне популярности и противостояния, в свое время было, ну, просто огромное количество всяких подделок, даже, можно сказать, не подделок, а подделок, потому что они были откровенно слабенькие, откровенно неинтересные зачастую, то есть, это было примитивное рубилово, в котором просто танчики снимали друг другу хитпоинт, и все, в общем-то, на этом заканчивалась вся, вся стратегическая, тактическая часть, то есть, мы обводили их рамкой, посылали, вот, знаете, как в каком-нибудь Старкрафте, только в Старкрафте не стоит забывать, что был микро-менеджен, всегда микроконтроль, и это он был очень важен, кстати, как здесь, как важен он и в некотором плане и здесь, и так, давайте начнем, как видите, я поставил, ага, вот, это было неудачное решение, какие-то пушку мою сразу убили, сейчас мы попробуем отыграться на Шермане, не факт, что получится, но попробуем, да, одного Шермана мы все-таки убили, сейчас срочно нужно атаковать пехоту, вот эту, видите, нас прессуют, очень активно прессуют, по-моему, меня, да, уже второй отряд убили, все-таки была не очень удачная идея, вот именно так размещать, вот так, там у нас еще один Шерман, почему-то Штукник решил его не атаковать, ну ладно, попробуем атаковать, чем есть, все-таки, мне кажется, надо было куда-нибудь пушку в другое место запихнуть, но прям так сейчас сидеть и каждый раз переигрывать я не хочу, так, видите, мы тут даже немножечко поубивали противников, так, пожалуй, все-таки, ребята, я вам буш поставлю, так, вот, делаем вот так, потому что все-таки танки здесь очень сильные, ребята, их нужно всегда в первом уничтожать, стараться, если у вас здесь, конечно, бронетехник какая-то, если нет, то это вообще будет, похоже, я, да, я, по-моему, забыл про своих, которых я взял, ребят с противотанковым ружьем, где у меня находится-то, ага, вот он где, надо, наверное, все-таки куда-нибудь поближе сюда, перри, попытаться, перетащить, чтобы они, так, 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 нет, ребята, сейчас он расстреляет вас, шипон, если танк поедет по мосту вражеский, то он смог его перехватить, к сожалению, вот шерман вот этот, который остался, я пока что в данный момент штуком не могу, достать, он загорожен как раз кустами, а выезжать опасно, лучше иногда тупо сидеть, так, что-то мне тут не нравится, что сейчас происходит, такое ощущение, что меня сейчас будут сильно прессовать, нужно подтягивать резервы, проблема в том, что их нету, так, давайте, кому что угодно, а буш, я тут немножко поясню вообще, особенность, что такое амбуш, такое амбуш соответственно с засадом, при засаде противник минимально атакует врага, то есть, то, когда приспичит, а при дефенд он старается атаковать, как только более-менее его видели, но при этом у нас, как видите, сейчас прессуют сильным, все-таки, возможно, был смысл брать более продвинутую армию и попробовать стричный бой, но порой бывает еще сложней, чем даже свежая армия, потому что не забывайте, здесь мы обороняемся, а оборона это всегда преимущество, даже если у вас сами по себе войска слабей, но вот тут, похоже, слишком уж они слабей, потому что здесь нас просто расстреливают, их еще, ко всему прочему, больше, сейчас на момент вообще избиение младенца получается, хоть мы убили у них два шермана, если что, можно попробовать сейчас схитрить, ага, получилось схитрить, ну что ж, хотя бы пусть будет так, я, конечно, немножко поступил нечестно, я нажал трус, это, скажем так, перемирие, само собой противник его принял, так он считал, что у него так большие потери, на самом деле, при таких потерях, как у него сейчас были, в принципе, это не критично, он просто мог продавить меня и захватить, наконец-то, зону и выбросить меня из нее. Ну, раз он этого не сделал, соответственно, на следующем ходу мы все-таки вот эту армию выводим, более свежая, она, конечно, тоже относительно сильная, она, по-моему, у меня тоже уже участвующая, участвовавшая в боях неоднократно, но, по крайней мере, она посвежее. Честно говоря, не знаю, можно ли здесь как-то заниматься формированием новых каких-то дивизий из нескольких более поврежденных, возможно, можно, хорошо сказал, возможно, можно, может быть, можно, а может быть и нет, надо все смотреть, разбираться, я честно скажу, что я, на самом деле, не настолько профессиональный игрок в эту игру, я не так сильно в нее разбираюсь, хотя, конечно, я в многие части играл, но, тем не менее, все, тут не узнаешь, тем более, в этой части есть некоторые изменения в самом игровом процессе. Вот, сейчас у нас тут другая карта, мы тоже обороняемся, здесь у меня, как видите, уже активно велись бои, это одна из самых вообще карт в данной компании наиболее активно, где происходили военные действия, здесь мне проходилось им отступать противника одно время и скажешь, не путай, а может, наверное, да, путаю, но все равно он здесь на меня одновременно немножко продавил, не так сильно, как на другой карте, до того, как я смог все-таки вести подкрепление и откинуть его, но, тем не менее, это был достаточно, скажем так, напряженный бой, напряженный, напряженный. Вот даже, по-моему, тут он засел до одно время, приходилось его выбивать. таким образом, я думаю, что и этот бой будет немножко сложноват. Как видите, у меня здесь еще показывается таймер, это сколько до конца боя, это настраивается, плюс есть индикатор сил, соответственно, моя сила, само собой, показанная более слабыми, то есть у них мораль изначально меньше, в принципе, это логично, ведь все-таки мы обороняемся, обороняющаяся страна всегда, во-первых, имеет, в принципе, меньше сил изначально задействованных, плюс в данной компании, вообще, у немцев все сложнее, поэтому нам нужно будет, как я уже сказал, много думать. Вот, единственное, что, я честно говоря, не помню, где тут удачная позиция для танков, по-моему, тут вообще ее не особо много, видите, вот тут у меня танк, когда отставил суть, как видите, можете даже наблюдать, уже есть, имеющее, там кратер, соответственно, выстрелы были, соответственно, его тут, по-моему, быстро спалили в прошлые, в прошлые разы, когда я оставил в ноте, у меня это более-менее удачная позиция, можно из нее атаковать, от нее, исходя, и вот тут еще, я помню, хорошая позиция была, тоже очень хорошая, причем, по-моему, да, что-то очень сложно изначально, танк, который тут будет обороняться, врагу обнаружить, плюс, я думаю, нужно где-то, у меня тут еще войска были, усилить вот эту зону, здесь вот эти будут ребята больше светить нам, обнаруживать противника, помогать, потому что, на самом деле, как видите, тут не очень много места, тут хорошее место было, но сейчас оно недоступно нам, в прошлом бою, там все-таки противник нас немножко оттеснил, поэтому будем исходить с того, что есть, еще раз говорю, попробуем сюда какой-то запихнуть, так, и у нас третий танк остался, третий танк, я думаю, есть смысл куда-то сюда поставить, то что тут у меня, как видите, было уже два танка, их все успешно расстреляли, хотя я не буду говорить, что совсем они бесполезны, насколько я помню, там и от них польза была, то есть, видите, вот у меня тут где-то было потеряно, вот тут, по-моему, один был потерян, он почему-то не сохранился, тут два, тут третий, еще тут разные, причем танки были, тут один, четыре, ну где-то, наверное, все-таки я пяток тут потерял танков, но при этом, смотрите, и тут, опять же, только сохранившись, то, что еще вот тут были, они уже исчезли, танки, а тут только, вот видите, уже восемь машин стоит, еще не помню, сколько тут было их расстреляно до, даже не восемь больше, ну и давайте начнем бой, видите, уже отличное начало, но при этом это наш танк обнаружили, это плохо, давайте все-таки будем надеяться, что Шерман не сможет наш танк убить, а наш сможет, что у нас тут еще осталось, Шерман, это не активен, еще, конечно, желательно было крайне, чтобы вот это Шерман, то есть еще пострелял, у меня все-таки есть небольшие подозрения, что сейчас, а, нет, все-таки наши, ну, отъяснительно наши, все-таки смогли, и по-моему, тут противника сейчас не особо танковое подразделение, как видите, не так уж, хотя нет, он тоже тут появляется, он все-таки стреляет, думаю, так, только не говорите, нет, что вы убили, нет, не убили, или убили, ты не пойму, вот то ли ему пушку, ага, ему пушку повредили, даже не пушку, ганнера, попали, сейчас по нему активно лупят противник, поэтому, я его поставил сейчас в саму, чтобы он не стрелял, пусть они лучше выезжают, хотя он все-таки продолжает стрелять, кто-то его, подсвечивает, хотя родни должен, о, может, просто по памяти лупит, ну, здесь не все места хорошие, по-моему, возможно, что просто тут видит, видит, то, что видите, тут, по-моему, даже нету деревьев, давайте мы его отведем, потому что лучше, чтобы он вообще не стрелял, чем мы самого потеряем, чем отводить здесь тоже нужно правильно, здесь есть три режима передвижения, быстрый, средний и медленный, медленный, медленный пятец, но прям, как видите, он может пятиться при этом задом, не показывает, нет, 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 ты что, меня подводишь, я же тоже хотел сказать, что ты не подставляешь борта и задницу, а ты тут начал такие, видите, все-таки там, может быть, я не успел разглядеть, нет, все-таки Шерман стреляет, то, что есть еще у них различные, бронированные машины, они очень слабую, бронепробиваемость обладают, поэтому зачастую, эх ты, я мое, все-таки расстреляли мой танк, обидно, обидно, сейчас мы на данный момент обменялись, пока что не очень хорошо, потому что я только два их, не так, танка подбил, они уже мой один подбили, потому что, кажется, что, о, ты уже два подбил, ты там еще кого-то их расстрелял, но, на самом деле, во-первых, здесь действительно очень большое значение играет именно техника, потому что пехота зачастую с техникой не может нормально сражаться, и поэтому, если у нас, допустим, не останется вообще техники, то мы будем очень сильно страдать от этого, поэтому и нужно экономить, экономить, еще раз экономить. Давайте пробуем кому-нибудь задать, чтобы он все-таки разобрался с этой, промазал, дефенд, так, так, вот, расстреляли наконец-то эту рифл-тим, которая сюда пыталась пробраться, и что у нас сейчас, у нас, насколько я понимаю, вот тут отряд, это сейчас отряд, попытаюсь расстрелять, с которыми сейчас это полуострый, скорее всего, их всех перебьют, потому что мы еще не знаем, кто тут у них. Давайте попробуем. Это что за шар? Ой-ой-ой, а Шерман-то тут живой? Стоит какой-то. Сейчас будет у нас так очень хорошо, он, похоже, команду уже расстрелял. Нашу, от этого не достает, от этого. Тут, скорее всего, доставал бы, так что, видите, обидно вдвойне. У нас тут команду все почти поубивали, она, по-моему, может, не убита, а раненая, но все равно от этого не легче становится, на самом деле. Давайте, мы уж попробуем выманить Шерман этот. Еще один показался, видите, их тут, на самом деле, много. Даже, можно, я не совсем был прав, когда так танк расставлял, потому что этот щелком, ну да, он ограниченно очень достает, он может, конечно, этого сейчас поймает, но не факт. Скорее всего, если сейчас это я начну стрелять. Конечно, было бы полезно перекос на огонь и стена, по-моему. Так, видите, тут сразу очень активно начали по ним стрелять. да, зря я это сделал. Как видите, сначала было хорошее, а потом не очень. давайте попробуем. К счастью, мы еще одного кого-то шерла на полу, или это уже был, сейчас игре не помню, то ли это выехал, давайте посчитаем еще раз, по-моему, этот шерман уже был побит, его просто в него попали еще раз из него танк. Значит, задача на самом деле сейчас вымотать противников как можно больше у него танков убить, стараясь не особо себя постарать, по-моему, да, к сожалению, я тут еще одну команду уже полностью вынесли. Еще одну, сейчас, вполне возможно, вынесут и один танк, это уже не так хорошо. Давайте, я может, попробую немножечко этот танк подтянуть поближе. Может быть, он же будет доставать на кого-нибудь. Конечно, жалко, что вот этот шерман не может быть убит нами. Ну, в общем-то, здесь на самом деле, само собой, я не хочу переигрывать каждый бой. Конечно, да-да, уж совсем, когда ступил, возникает такое желание, но в принципе, это не так критично. В конце концов, это всего лишь игра, поэтому будем по части немножко. Может быть, мы даже сейчас немножко еще полить убьем. Да, вот этот отряд, например, тогда сможем просто трус взять, то, что они сейчас как раз, конечно, да, обидно, этот отель тоже расстреляли нам. Пока что, по-моему, равные потери, с учетом того, что у нас, в принципе, солдат меньше, они даже не совсем равны, а, мы даже тут немножко, наверное, больше солдат потеряли, чем надо. Так что, давайте, наверное, не буду это до конца бой, доиграть, попробуй трусить. Ага, а вот и вот она, мы не дают, тут уже противник готов дольше сражаться. можно самовъем какие-то вот рядом. Во, вот тут очень хороший выстрел был, но зачем вот этот, я не пойму, зачем они бегут? А, ну, собственно, бегут они, потому что они паникуют уже. Здесь у меня не отключены настройки, связанные с сложностью некоторые. То есть, например, солдаты иногда могут не подчиняться приказам, иногда пытаться проявлять инициативу. Ну-ка, сейчас не согласятся с несмотря на то, что мы тут, как видите, тут очень иногда нервируют, но зато это вносит некоторый элемент сложности. Хотя, конечно, тоже, знаете, очень сложное понятие, иногда, зачем вот это, наши юниты так пытаются действовать, потому что очевидно, что, ребята, вы бежите прямо на противника. Наверное, надо думать иногда и соображать, что сейчас вы бежите на противника, и вас расцеляют. В общем, один у меня даже сдался, похоже, на этого отряда, да. В общем, все пошло не так хорошо, как раньше. Может быть, даже все-таки переиграю этот бой потом, потому что, ну, знаете, немножко все-таки раздражает, когда уж совсем откровенно не получается, не получается ничего. А тут именно так, то что-то. У нас ребята гибнут одни за другими. неинтересно, неинтересно, на мой взгляд. Тут шармон выезжает, может, мы сейчас его подобьем. Это будет очень удачно. само это сделаем. По-моему, он зря переезжал, потому что, по-моему, тогда мост открыл, а сейчас перестал сделать. Обидно, обидно. На самом деле, можно вручную не наводить. Он и автоматом неплохо это делает. На самом деле. Так, этот шармон тоже не достает его. Плохо. Если сейчас, но этот регулировать, он может просто спалиться. Тогда его расстреляют. Это будет вдвойне обидно, если я второй танк потеряю. Это будет означать, что я окончательно прыгал этот бой. Плюс, можно сказать, слил эту дивизию. Давайте все-таки рискнем. Я все-таки очень хочу этот шармон разделаться. Это отличный счет, можно сказать, с ним. Устану тут даже может... О, отлично. Может настрелять на ходу иногда. Конечно, не так метко. но все-таки это будет хоть что-то. Ну и сейчас мы вот должны, если повезет, этот шармона убить. Даже это не шармон, а может шармон, я сейчас сверху так не всегда разбираюсь. Тут могут быть... тут успел. Как-то не очень постоянно видел. Еще наш танк дико мажет сейчас. Знаете, бывает с первого раза падает очень хорошо. Иногда бывает просто откровенно мажет. Тут уже есть и зависимость от опыта экипажа, а есть просто эффект еще и рандома. Я только не пойму, этот шармон командный танк, он в ощущении, что просто завис тут, не может двигаться. Может он поврежден немножко, сложно сказать. Вероятно, если он где-то просто застрял и сейчас не может выехать. Давайте все-таки может ребята вы упадете в него хоть раз. Мне бы очень этого хотелось. Есть. Отлично. Сейчас вполне возможно, что даже согласятся они на перемирие. То, что мы сколько уже еще раз посчитаем раз-два-три подбили. да. Три танка. Этот живой еще. Возможно мы как-нибудь его сможем достать если выйдем но это будет уже рискованно. Довольно. потому что так раз он тоже может начать по-нашему стрелять. на самом деле не возможно может показаться немножко скучноватой играм. Возможно это просто я так рассказываю потому что на самом деле относительно динамичная кажется здесь есть некоторые вещи которые раздражают вроде того что юниты здесь достаточно плохо передвигаются у них плохо с поиском путем обстоятельства особенно с танками как видите вот он может крутиться на месте что-то делать пытаться непонятно что обещать это давние проблемы серии заработчики те кто сейчас занимаются ремейком серии обещали сделать этот момент подправить то есть сделать его новый движок возможно это будет в нем исправлено но это будет только в следующей части в этой здесь они уже некоторые работы провели здесь получше стала графика заметна но тоже относительно потому что я понимаю что здесь у нас учено любителя не всех может заинтересовать графика такого вида когда относительно хоть она и имеет некоторые преимущества по сравнению с предыдущей тем не менее на глобальном плане конечно слаба само собой давайте все таки закончим этот бой и думаю что даже можно на этом закончить и само видео если вам понравится этот ролик я еще постараюсь что-нибудь снять поснимать побольше рассказать по игре с вами был Ванок всем спасибо за просмотр удачи